Всем привет, с вами Дима, Ферум Лайв, и мы сегодня будем говорить про Xiaomi Redmi 5. Это не обзор, это первое впечатление от устройства, плюс комментарии по поводу его прошивки, потому что я вчера и позавчера очень плотно этим вопросом занимался, напоролся на кучу подводных камней, и могу и хочу поделиться опытом по этому поводу с вами. И главная причина, почему этот ролик снимается, это дать возможность вам, вам, зрителям и подписчикам нашим оставить по этому гаджету свои вопросы в комментариях к данному ролику. Просьба не оставлять очевидные какие-то вещи, не спрашивать очевидные какие-то вещи из оперы, там покажите танки, как он звучит в наушниках, какое качество экрана, автономность, и все в этом духе, это и так в обзоре будет. Вот, если вы хотите чего-то спросить неординарного, то комментарии в вашем распоряжении. Либо в рамках обзора ответим, либо будет отдельное видео с опытом использования, и там будет Q&A. Переходим к самому устройству, и для начала я расскажу про вот этого вот парня. Это у нас защитный чехол, полиуретановый, прозрачный, простенький, но он комплектный, и в этом его, в общем-то, крутость, потому что покупателю устройства не придется тратиться сходу на какую-то базовую защиту, она у нас из коробки есть, и если вот этот вот чехол его не устроит, тогда он уже с Алиэкспресса закажет себе какой-нибудь другой. Но сходу чехол у нас есть в коробке, это круто. Помимо него там ничего особенного нет, зарядка на 2 ампера, USB, microUSB кабель, скрепка, документы и все. Вот, поэтому я комплектацию не показывал. Переходим к самому аппарату. У нас здесь металл, но вот эта вот пластина и колечко вокруг камеры, это все, что металлическое здесь есть, все остальное, царство пластика. Сверху у нас пластик, снизу пластик, кант, боковина, пластик, все остальное. Пластиковый корпус преимущественно не премиальный, и то, что делает его немножко более крутым, это вот эта вот пластинка, которая просто наклеена на пластиковую основу. Меня очень в свое время удивил и порадовал Redmi 4 Prime, потому что в девайсе бюджетного класса был условно-цельнометаллический корпус, реально выглядел дорого и круто. Я уже подумал, что Xiaomi одумались, и теперь их бюджетники будут выглядеть, блин, офигенно. Но, видимо, нет, мы вернулись к тому, что у нас пластика в корпусе должно быть много, и теперь его стало даже больше, чем, например, было там в Redmi 4X, в Redmi Note 4X, в Redmi Note 3 Pro, и все вот в этом духе. Теперь у нас каркас корпуса тоже пластмассовый, я это не одобряю, это не круто. По элементам управления, здесь у нас камера вспышка, сканер отпечатков пальцев, нужный очень логотип компании Mi, сверху дополнительный микрофон, так, вот так вот будет видно лучше, инфракрасный порт, мини-джек, ура! Снизу микро-USB порт, почему нет APEC, я не знаю, две зоны перфорации, за одной динамик, за второй, в общем-то, микрофон. Ну и справа кнопка питания, качелька регулировки громкости, слева лоточек стандартный комбинированный, либо две симки, либо сим-карты и карта памяти. Ничего супер особенного в расположении элементов управления нет. Сканер отпечатков пальцев, который я показывал ранее, показываю теперь, как он работает. Оп, у нас телефон разблокирован. Еще раз, ну, то есть вы видите, да, моментально происходит разблокировка, сканер шустрый, это классно. На лицевой панели, помимо всего прочего, у нас имеется 18 на 9, 2 к 1 трендовый экран, и огромная пустота под ним, почему здесь нету сенсорных кнопок, или хотя бы там сканера отпечатков пальцев, мне непонятно. Места на самом-то деле хватает, можно было бы его использовать полезно, но Xiaomi решили этого не делать. Хорошо в данной ситуации то, что программные кнопки, которые будут занимать место в нормальном, в общем-то, состоянии смартфона на его экране, их можно скрыть, как видите, у меня их сейчас нет. И открывать их, в принципе, не нужно, потому что здесь у нас имеются жесты а-ля iPhone X. Это, кстати, прошивка китайская для разработчиков, насколько я понимаю, то в глобалке и в стейблах этих жестов пока что нет. Но я могу ошибаться, и эта информация точно может измениться к тому времени, как вы смотрите данный ролик. Я открыл Antutu, во-первых, вы можете оценить баллы, вот, и отсюда я буду показывать, как жесты работают. Если мы листаем вверх, у нас приложение закрывается. Если мы листаем вверх и останавливаемся, у нас открывается меню последних запущенных. Допустим, позакрываем все к чертям собачьим, откроем настройки. Говорю настройки откроем. Перейдем в дисплей, листаем слева направо, у нас выполняется функция назад. Листаем справа налево, у нас приложение закрывается. В принципе, жесты удобные, к ним очень быстро можно привыкнуть, особенно мне, который с айфоном 10 пообщался в порядке. Для меня здесь никакой магии, волшебства и неудобства нет. В принципе, учитывая то, что таким образом мы избавляемся от кнопок, которые будут съедать, типа как крутой 18 на 9, огромный широкоформатный экран, на котором постоянно почти отображаются кнопки, это на самом-то деле хорошо, я это только поддерживаю. Плохо то, что это реально плагиат. Ну, взяли и перелезали. Сделали точно так же, как и у Apple. Блин, можно было придумать что-то более оригинальное, но, видимо, не хотят. Экранчик сам по себе у нас, в принципе, довольно хороший. Стандартное нормальное качество для серии Redmi. Немножко перенасыщенная цветопередача, но при этом абсолютно нормальная четкость картинки. И, в принципе, IPS-матрица здесь хорошая. Показываю максимальную яркость. Вот вам, пожалуйста. Вы видите, экран светится достаточно сильно. И минимум, вот он выглядит вот так, почти ни черта на дисплее не видно. И это, я считаю, круто, что Xiaomi выжимает максимум из IPS-дисплеев, которые они устанавливают. По углам обзора детально сейчас показывать не буду. Вот так вот, раз, чуть-чуть, два, чуть-чуть. Как видите, картинка искажается, теряется визуальная яркость подсветки, что нормально для IPS-матриц. Но выгорания какого-то инверсии цветов у нас здесь нет. И это, на самом-то деле, хорошо. В принципе, по экрану то, что я могу рассказать, это все. Производительность вы чуть-чуть уже увидели. По автономности пока что без комментариев. Я его сильно активно не юзал. Ну и теперь по процессу прошивки, о чем я заикнулся еще в самом начале. Аппарат ко мне приехал на глобализированной китайской прошивке. То есть обходными путями какими-то в ROM были залиты языковые пакеты, сервисы Google, Market и все вот в этом духе. И типа NATI. И типа оно работает. На самом-то деле оно работает иногда очень криво. И поэтому я стараюсь Xiaomi-шки прошивать. Желательно на глобалку, либо там на MIUI SU, MIUI PRO. И вот что-то в этом репертуаре. Так как глобалка тем более вышла буквально несколько дней назад уже полноценно. Потому что она до этого появилась буквально на 15 минут на сайте Xiaomi. На форуме их. И потом исчезла. Видимо забагованная была. Они решили ее убрать. Теперь она есть всегда. И в общем-то я решил ее поставить. И вот тут началось самое интересное. Как вы видите у меня здесь установлена девелоперская версия прошивки китайская. Вот. И я рекомендую ее ставить сразу. Потому что я попытался разблокировать загрузчик. Что необходимо для установки международной прошивки. На вот той вот кривой, которая была у меня установлена здесь. И все закончилось бутлупом. Потому что якобы процесс разблокировки прошел. Но при этом прошивка потом при установке не принялась. С смартфоном. И загрузчик опять стал разблокированным. И телефон перестал включаться. Он вечно был в цикле перезагрузки. И выключить его даже было невозможно. Он сам включался. И вот так вот себя вел. Короче. Ставите сразу девелоперскую прошивку. И с нее уже начинаете процесс разблокировки загрузчика. И делать это нужно в первый же день. Потому что теперь процесс разблокировки занимает 15 дней. То есть вы первый раз подключили телефон к компьютеру. К Mi Unlock. Он вроде как проверяет. Телефон правильный. Все хорошо у нас. А потом бумц. И вам нужно ждать 360 часов. И через 360 часов попробовать еще раз. И тогда загрузчик разблокируется. И кстати вот на той прошивке почему-то процесс прошел ровно гладко с первого раза. И загрузчик был разблокирован. Ну то есть как-то она очень странно работает. И как-то ее не очень ровно сделали. Что-то там было накручено явно очень хитрое. Потому что у всех 15 дней ожидания есть. А у меня оно не было. Почему-то этот момент был пропущен. Короче говоря. В первый же день ставите девелоперку. Устанавливаете себе вот это вот дело. Называется он DNS Changer. Прописываете цифры, которые у меня здесь прописаны. Добавляете в VPN клиент самого смартфона это приложение. Даете ему разрешение. Нажимаете старт. Привязываете телефон к аккаунту Xiaomi. Почему я вот это вот сейчас показываю. Потому что без этого привязка не пройдет. Телефон не захочет привязываться к вашему аккаунту. Он будет выдавать ошибку 1308. По-моему это у всех она одинаковая. Многие рекомендуют VPN клиенты. Некоторые советуют даже платные VPN клиенты. Это все фигня. Это не работает. DNS работает с первого раза. Стабильно, ровно. Рекомендую. Этот метод у вас прокатит. Привязываете. Типа как пытаетесь получить разрешение на разблокировку. Ждете 15 дней. Пробуете еще раз. Разблокировали загрузчик. И уже можно тогда ставить глобалку. Вот такие вот пироги. Пытаться на той галимой прошивке. На которой аппарат приедет. Этим всем заниматься. И еще раз повторяю. Не нужно. Потому что закончится все так как у меня. Вы потратите еще потом лишнюю гору времени на решение проблемы. Которую вы случайно создали по сути своими же руками. Вот такие вот пироги. Ну и теперь немножко по фотовозможностям. Сейчас на своих экранах вы видите фотографии. Которые я наснимал на Redmi 5. Внутри нашего офиса. И вокруг него. Я эти фотки на большом экране не смотрел. И комментариев каких-то я сейчас давать не буду. Комментарии будут в подробном обзоре на канале Ferrum.com. Сейчас же вы можете посмотреть на них сами. И сделать вывод по своему мерилу. Так скажем. Хорошо ли фоткает Redmi 5 или нет. Ну и на этом в принципе информация. Которой я хотел бы поделиться по этому устройству исчерпана. Я о нем по сути пока что особо ничего не знаю. Я его активно не тестировал. Больше подробностей по данному гаджету будет в нашем обзоре на канале Ferrum.com. Напоминаю что вы можете оставить в комментариях данного ролика свои интересные и неординарные вопросы. Которые вас волнуют в ключе этого девайса. И мы на них постараемся ответить. Ну и также в описании данного ролика вас будут ждать ссылки на этот аппарат. А также кэшбэк. Который будет помогать вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами был Дима, Ferrum Live. Ставим лайки, подписываемся на канал. И обязательно делимся этим видео. Это очень нам помогает. Спасибо всем кто смотрел. Пока.